сила океана была запечатлена на камеру когда корабли сражались со штормом атлантический сезон ураганов это условное название ежегодного периода формирование наиболее интенсивных ураганов в средней части северной половины атлантического океана тропические циклоны образующиеся в этой зоне называются ураганами тропическими штормами или тропическими депрессиями в зависимости от интенсивности на севере атлантики сезон ураганов проходит с 1 июня по 30 ноября северная атлантика не является благоприятным местом для моряков этот огромный водоем печально известен суровой погодой которая может создавать опасные условия для судоходства на сотни если не тысячи миль метеорологи аковитер говорят что это отчасти благодаря интенсивным областям низкого давления которые формируются по всему бассейну эти области низкого давления могут поднимать сильные ветры которые могут взбудоражить море и создать огромные волны часто в ущерб кораблям и членам их экипажей на борту в апреле 2021 года танкер химовоз попал в чрезвычайно неспокойную погоду корабль пересекал северную атлантику на кадрах снятых одним из моряков на борту видно как корабль качается вверх и вниз среди разъяренного океана когда свирепые волны неоднократно обрушивались на корабль а порывистый ветер вы поскольку штормовые системы усиливаются в северной атлантике порывы ветра могут достигать или даже превосходить силу урагана 74 мили в час или 119 километров в час что вызывает очень большие волны волны могут достигать более 15 метров на открытом пространстве океана простирающимся от восточной канады до западной европы большие волны не чужды северной атлантики по данным всемирной метеорологической организации 4 февраля 2013 года буй через северную атлантику расположены между исландией и соединенным королевством сообщил о значительной высоте волны 19 метров эта волна является рекордсменом по наибольшей значительной высоте волны измеренной буем в северной атлантике однако эта волна меркнет по сравнению с 23 метровой волной измеренной буем в 2014 году согласно отчету bbc всемирная метеорологическая организация отметила что эта волна не была измерена с использованием значительной высоты волны что требовало определенных методов измерения и периодов наблюдения мировой рекорд по наибольшей значительной высоте волны по наблюдениям с корабля также из северной атлантики 8 февраля 2000 года была зарегистрирована волна высотой 18,5 метров в 2021 году контейнеровоз оуленда который в течение трех лет постоянно обслуживает бермудские острова попал в первый северо-восточный шторм в сезоне ураганов и выдержал ветер со скоростью 70 миль в час и 30-ти футовые волны экипажу удалось снять захватывающие кадры шторма у бермудских островов передовые технологии позволили ученым стать еще ближе к природе и снимать невиданные ранее видеоматериалы в сентябре 2021 года дрон корабль парусный дрон explorer sd 1045 удалось впервые заснять кадры из глаза урагана сэм шторма четвертой категории в атлантическом океане а в феврале 2022 года океанографы опубликовали исследование с подробным описанием того что по их словам может быть самая экстремальная волна убийца из когда-либо наблюдавшихся волна убийца возникла в ноябре 2020 года в прибрежных водах британской колумбии канада и было зафиксировано буем по словам ученых волна достигла высоты 58 футов не самая высокая волна из когда-либо наблюдавшихся но пропорционально более экстремальные чем близлежащие волны окружающие ее вероятность такого события составляет один раз в 1300 лет а